24 февраля Путин объявил о так называемой специальной военной операции на территории Украины. Каждый воспринимает этот термин по-своему. И сегодня мы отправимся на улицы Санкт-Петербурга, чтобы спросить жителей и гостей культурной столицы, что они думают обо всем происходящем. Я постараюсь запечатлеть мысли людей в конкретное время, в конкретном месте, такими, какие они есть. С вами Марина Вацапулина. И, кажется, я уже вижу первого респондента. Слышали о ситуации с Украиной? Как относитесь? Да, безусловно, слышал, осуждаю, не поддерживаю. Как бы там это ни называли, это война, агрессия. Я сам гражданин Беларуси, соответственно, я тоже не поддерживаю текущее участие Беларуси в этой кампании. И дальнейшее, если оно будет, не дай бог. Также я хотел бы обратиться ко всем гражданам. Молодежь, понятно, все более-менее в курсе. Старшее поколение. Очень много знаю, вижу тех, кто смотрит телевидение наше российское, как в России, так и в Беларуси. В Беларуси там тоже выбора нет, что смотреть. Вот, и все смотрят, и, значит, Украину считают врагом. Верят в это все, считают, что там одни бандеровцы. Не понимают, что там такие же люди. И поддерживают вот эту всю ерунду. А у нас, как считаете, как вообще разделяются мнения в стране? Ну, сложно сказать. Я думаю, в Москве, Петербурге больше людей активных, и которые пытаются следить за независимыми СМИ. Ну, вот, и как бы для себя мнение составлять в провинции, может быть, там, да, похуже с этим. Вот. Но даже вот не знаю. Мне кажется, где-то больше половины, мне кажется, против все-таки вот этого. По тем или иным причинам, потому что они понимают, что это их затронет экономически тоже. Что все подорожает, ну, вот, и начнутся проблемы. Как думаете, какие последствия будут для России и для Украины после всего этого конфликта? Ну, для России будут, они уже есть, экономические проблемы. Проблемы с закупками всего, что только может быть. Там, мы очень сильно привязаны к западным странам, да. То есть мы, там, не знаю, электронные компоненты, запчасти, вот это вот все. Это, естественно, скажется на бизнесе, вообще на уровне жизни. Ну, вот. И я думаю, что отношения восстановятся не скоро, но когда-нибудь восстановятся. Ну, сейчас, по крайней мере, я вот то, что могу судить по украинским новостям, и люди, как людей показывают, они очень негативно относятся к непечатными словами русских называют, причем всех русских уже. То есть не только к ситуации негативно, а именно к русским людям? Да, да, да. То есть Путин добился сплочения украинского народа и негативного отношения к гражданам России. Получится ли, как думаете, восстановить отношения Украины и России, и что для этого должно произойти? Я думаю, что получится. Не сразу. Ну, во-первых, это все должно закончиться, как можно скорее. Дальше. Ну, мне кажется, Украина высказывала еще до вот этого начала, 24-го числа, что она готова к переговорам, постоянно такие ноты звучали. Вот. Я думаю, что когда-нибудь да. Ну, возможно, для этого, да. Необходимо, чтобы в России что-то поменялось. Я против любого насилия. Над нами, нашего, пофигу. Просто любого. А что там на самом деле происходит, а кто разберется. Как считаете, санкции подействуют? Смотря на что. На меня уже подействовали, например. То есть вы уже прям чувствуете. А расскажите подробнее. Ну, подробнее у меня вот фриланс, который потихоньку загибается. Я не знаю, на что я буду жить в ближайшие месяцы. Я не знаю, подействуют ли они на того, кому они предназначены. По-моему, нас надо не бить, а лечить хорошее. Ну, не переживайте. Ну, конечно, война это плохо. Но, вроде бы как, вынужденная мера. А вынужденная чем, по вашему мнению? Ну, если Украина вступает в НАТО и создается оружие атомное, то это плохая ситуация в плане для России, как минимум. А как думаете, какие последствия у вот этого конфликта будут для России и для Украины? Ну, не знаю. Для того, для того, разрушительно полностью, абсолютно. Потому что российская экономика сейчас полностью падает. И когда она восстановится, вообще непонятно. И маленькие шансы, что она восстановится, мизерно, так как рынок полностью рухнул. Ну, хоть и пытается там что-то держаться, но нет. Все, экономика у нас упала, и она невосстановима. Отношения между Украиной и Россией, как думаете, могут ли когда-нибудь вообще восстановиться? Не думаю. Ну, не ближайшие лет пять, наверное. Потому что сколько уже тянется это с 2014 года, ситуация. И, грубо говоря, то, что происходит сейчас, это вот пиковая точка, когда начинаются разборки нормальные, если так можно сказать. То есть, ну, они пришли к этому делу, они перестали тянуть эту резину конфликта и пытаются разобраться с тем, что происходило все эти годы. Как думаете, затянется ли во времени вот эта сейчас ситуация? Вообще непонятно. У меня очень много близких родственников и друзей там. И некоторые пропали со связи уже на несколько суток. Прям пропали, не отвечают? То есть, ну, их нет нигде. Неизвестно, как с ними связаться. И вот единственное, что есть, это там, последние, грубо говоря, прощальные сообщения. Я хочется верить, что закончится скоро, но с учетом того, как это все развивается, нет, мне кажется, что не скоро. А вы как считаете? Хотелось бы, чтобы поскорее это все разрешилось, но мне кажется, не скоро. Здравствуйте. Слышали о ситуации с Украиной? Да. Как относитесь, что думаете? А нас посадят в тюрьму за это? Не-не, не посадят. А где можно посмотреть будет? Это ютуб-канал «Острый угол». Хорошо, плохо, война — это плохо. Что к этому привело, какие последствия будут для России и Украины, как считаете? Санкции и присоединение Украины к России. Присоединение, думаете, будет? А как вообще относитесь к происходящему? Негативно. Негативно? Нет, не боевать. Все должны жить в мире. Как думаете, какие последствия будут для России и Украины? Они уже начались. Ну, для России так точно. А в долгосрочной перспективе? Посмотрим. А у вас, может быть, есть знакомые какие-то, родственники? Нет? Нет? Да что думаем. Войны не хотят. Просто не хочется войны. А как считаете, как это может сейчас разрешиться, закончиться? Что должно произойти? Не знаю. Если честно, то надеяться на что-то хорошее. Хочется, конечно, надеяться, но не похоже. Как бы 90-е не вернулись. А хорошее, в вашем понимании, это сейчас какой сценарий? Ну, переговоры мирные. Да, мирные переговоры, решение вопросов там. Так, чтобы действительно было... Донецк свободный. Да, там. Ну, все оставалось, как до этого было. Конечно, напряженная была обстановка там политическая, это мы и понимаем. Но все равно хотелось бы, чтобы не было войны, военных действий. Все решилось в переговорах мирных. А как считаете, получится ли когда-нибудь восстановить российско-украинские отношения после такого? Ой, я что-то как-то сомневаюсь. Ну, надежда все равно есть. Да. Потому что они тоже люди, тоже хорошие люди. Тоже не хотят войны. А у вас есть, может быть, знакомые, родственники, кто сейчас там? У меня племянник, офицер, майор. Вот, отправили. Ждем каких-то новостей, сообщений. Но пока... Нет связи с ним? Да, нет связи. Ну, так, скромная смс-ка была. Жизнь здоровья, все хорошо. В общем-то, переживаем. Сейчас мы идем в Казанский собор, поставим свечку за всех тех ребят, которые там воюют. Плохой мир лучше хорошей войны. Как считаете, когда это закончится, будет ли это продолжительный какой-то конфликт? Я думаю, это закончится, когда люди поймут, что человек напротив – это не враг. И что мы все люди – братья. И на самом деле эта война, она всегда была. Ну, просто она сейчас ближе к нашим границам. Всегда в мире воевали люди. Это происходит, потому что, ну, если коротко, то люди глупые. Когда они поймут, что так делать не надо, тогда и можно... То есть вообще не будет появляться конфликтов каких-то. Люди будут дружить, любить друг друга и не воевать. Вот. Что поможет сейчас восстановить, по вашему мнению, отношения Украины и России? Ничего вообще. То есть что это? Мне кажется, да, абсолютная ненависть с обоих сторон. И причем ненависть именно спровоцированная политиками. Это прям явно. То есть это не война народов. То есть люди, ну, то есть это именно война политиков. Вот, конкретно. На строле, это вот был такой Йозеф Геббрис, вы знаете, министр пропаганды Третьего Рейха. Вот он как раз сказал такую фразу. Дайте мне средства массовой информации, я сделаю из любого народа стадо свиней. Вот. Я думаю, что это вот как раз то, что сейчас происходит. Нет, трудные мысли, тяжелые. Поделитесь парочкой. Интересно, что люди думают. Ну, война вообще нехорошая вещь, так что... Так что беда, я думаю, что для тех людей, которые там... А чем это может закончиться для России и для Украины тоже? Ой, для нас это тяжело. Я думаю, что это для нас еще одно испытание. Для украинцев тоже. Родные люди ведь. Так что... Такие дела. Спасибо. А вы что думаете? Это беспредел. Нечего делать в Украине нам. Вообще нечего делать. Выходить надо? Ну, конечно, надо выходить. Это же... Это же я не понимаю, но это же абсурд. Зачем нам лезть в Украину? Что она нам сделала? Зачем? Как считаете, что должно сейчас произойти, чтобы российские воскликли... Ну, это надо как-то убрать, наверное. И все дело... Дело кончится тем, что вообще Россия распадется. Что... Что... Зачем? Я считаю, это категорически против, что там вторжение в Украину нам надо. Делать там нечего. И все... Бестороны... Вот... Все, что в Питере живут, тоже этого мнения придерживаются. Не я одна. Вот. А у вас есть знакомые, может быть, родственники там? У меня отец оттуда. Там родился. Но... Жил здесь. Папа. Как считаете, мнение вообще украинцев о россиянах как-то изменится? Ну, наверное, уж изменится, мне кажется. Ну, ну... Но это не наша вина. Мы что, решаем это? Нас... Нас кто спросил? Никто нас не спросил. А в ЦИО, кстати, заявлял, что был опрос населения и большинство поддерживает? Никто не говорил мне этого. Мне вообще никто не говорил. Просто решил так президент, и все. Негативно очень все это неправильно. Мы в 21 веке не должны так вопросы решать никогда. А почему так произошло? Почему до такого дошло? Ну, мы сейчас все видим, как... Ну, это мои мысли, да, что я, может, в политике очень плохо разбираюсь. Как влияние все-таки западных стран, в частности США, что они могут размениваться. Украина, это, по сути, сейчас территория, на которой просто идет размен между двумя большими странами, и все. Территория, как в фильме, был поле битвы земля, а сейчас поле битва Украина получилась. И это, по сути, не война России с Украиной. Это война с Западом и США. А будет ли НАТО вмешиваться на каком-либо этапе? Я думаю, нет. Ну, опять же, я верил, что этого не произойдет. Моя вера никак не подтвердилась, что все равно вторглись туда. Хотя, хоть и называется это спецоперация военная. Какие последствия будут у всего происходящего для России и для Украины? Ну, и так все было напряженно международным. Не знаю, как будет простой народ действовать, и как будут реагировать друг на друга. Все равно будет негатив какой-то в любом случае. А так, что, какие последствия? Ну, обрыв всех связей. Хотя всю жизнь были одной страной всегда. Получится ли восстановить когда-то, наладить эти связи? Как считаете, популярите? Очень-очень-очень-очень-очень долго это все будет. И не знаю. Время покажет, что-то прогнозирует сейчас. Я повторюсь, я опять же не верил, что будет война, а она произошла. Поэтому, что мы можем решить и подумать, то, что мы предполагаем, а что на самом деле будет непонятно. А как считаете, как люди внутри России относятся к этому? Да много негатива. Ну, представьте, половина населения с родственниками там, половина населения работники удаленно. То есть сейчас мы берем фрилансеров. У меня лично там девочка сидит в подвале в Харькове. То есть, ну, я не знаю точно, честно, как на это все реагировать. Но есть, конечно, там патриоты, там еще что-то, которые реагируют. А так... А у вас есть знакомые, друзья, которые поддерживают вот эту спецоперацию? Никого не знаю такого. То есть, у меня окружение такое, что, ну, не принято на эту тему. Никто не знает, как реагировать и как вообще комментировать всю эту ситуацию. Потому что мысли всякие разные. Потому что начинаешь выстраивать причинно-следственную связь, ты понимаешь, что что-то, ну, не так совершенно, то, что нам представляют. А где взять правду? Самое страшное в войне и в любом вообще противостоянии, это то, что мы не можем... Простые люди, мы не знаем правду. Ни со своей стороны, ни с чужой стороны. И что мы получаем в итоге, мы получаем неведение. Вот и все. А любая война, как говорил еще генерал Рохлин в свое время, заканчивается чем? Правильно, садятся и договариваются. Почему нельзя было это сделать сейчас? Ну, есть свои причины на это. Вот вы как человек, который вышел из армии, есть ли вообще возможность у солдат не поехать? Слушайте, насколько я знаю, говорят, что пока официально не будет объявлено что-то, солдаты, кто срочную службу служит сейчас, они никуда не едут. Только контрактники, у кого контракт подписан, их тоже достаточно большое количество в России, поэтому их пока вполне достаточно будет. То есть срочников там пока нет? Срочников, я думаю, что нету, потому что вот у меня есть мобилизационное предписание, это если в случае объявления войны, ты обязан явиться туда-то, туда-то, туда-то. То есть как бы пока тихо. Ну, даже я бы, может быть, и поехал, у меня просто есть удостоверение, я за армию прошел курсы, и я механик-водитель машины. Вот где-то пригодилось, ребят. И я механик... Отойдируйся. И я механик-водитель инженерной машины, и поэтому все равно эта машина предназначена для тыла, то есть как бы она в тылу у себя защищает. А вы как относитесь вообще вот к разворачивающейся ситуации? Слушайте, я не знаю, наблюдаю. А у вас есть, может быть, друзья, знакомые, которые там сейчас находятся? Слушайте, нет, нету никого. А у вас у кого-нибудь есть? Есть друзья, знакомые, которые там находятся, сообщают, что все не так, как передают по российскому телевидению. А что рассказывают? Ну, у меня родственники находятся в городе Сумы, им страшно, если честно. Они отправляют мне видео и, соответственно, аудиосообщения, где слышны сирены, где слышно вот это все, и они прямые очевидцы событий сейчас этих. Конечно, им страшно, а как еще по-другому может быть? Как считаете, изменилось ли их мнение вообще в принципе о россиянах или они как-то с пониманием относятся? Да нет, вряд ли к этому можно отинстить с пониманием, когда к тебе домой условно приходят и просто не оставляют тебя дома. Вот я думаю, это очень сложно пережить. И я желаю сил каждому украинцу, который сейчас находится в этой ситуации. Надеюсь, что это как можно скорее прекратится. А получится ли восстановить, как думаете, отношения России и Украины? Это будет очень сложный процесс. Если наша власть будет на это настроена, мне кажется, что это может получиться, но опять же через очень-очень долгий срок. То есть только от нашей власти зависит? Нет, это зависит от каждого человека, безусловно. И мы должны транслировать как минимум свою позицию, то, что мы такого не приемли. А вы транслируете? Как могу, я же сейчас с вами беседую. Спасибо вам за это. А вы как считаете, восстановятся ли отношения России и Украины? Ну, вообще, на самом деле, если обратиться к истории, то так или иначе наши отношения не были однозначными. Они всегда из крайности в крайность, что называется, бегали. Поэтому я очень надеюсь, как гражданин России, конечно, что мы будем жить в мире, в дружбе, в согласии. Но политика, опять же, дело такое. За нас все равно расставляют люди, которые у руля. Поэтому нам, как гражданам, остается только не молчать, делиться своим мнением, как-то иллюстрировать все, то, как мы себе это представляем. И, конечно же, работать, работать в первую очередь. Не останавливаться. Ни в коем случае нельзя как-то влиять на это негативно, продолжать влиять негативно, как люди начинают поднимать информацию, фейки и так далее. Нужно оставаться спокойными. И у своего, знаете, каждый должен продолжать заниматься тем, чем он занимался. То есть делает, что должен, и будет, что будет. Войну надо прекращать. А каким образом это можно еще сделать? Да, вывести войска, все. Как оцениваете вероятность этого? Ну, честно говоря, не знаю. Ну, надеюсь на переговоры ближайшие. Ну, мне кажется, это все должно закончиться как можно быстрее, чтобы как можно меньше народу пострадало. Да, мы свергнем нациков, и как бы наши братья назад вернутся в наш состав, и Россия станет далее великой. А в каких границах вы это видите? Вообще Молдова, Украина, Сань, кого еще? Белоруссия. Надо всех назад. Получается, Евразийский союз весь и все границы СССР. Собственно, вот так империя, новая империя, великая. А какие последствия вы видите вот у этого конфликта для России и для Украины? Так не будет конфликта, мы братья, мы объединимся. Последствия в том, что конфликт будет исчерпан, и наконец-то воссоединится семья. Смотрите, сейчас уже санкции вводят, от Свифта отключают, ну и так далее, сами понимаете. Я вот об этом скорее. От Свифта еще никто не отключал, от Свифта еще нет. Уже отключили банки, которые под санкцией. Ну, хорошо, замечательно. А вы что за издание? Ютуб-канал «Острый угол». А, Ютуб-канал, замечательно. Мы объединимся, будем сильными, едиными, и нам это ничего не страшно, мы победим. А санкции, этот пакет санкций, мы положим в другой пакет с пакетами. Вот так. Ну, вы знаете, куда используются эти пакеты. Да, да. Можно еще пару вопросов? Может быть, у вас есть какие-нибудь знакомые, родственники, которые сейчас там находятся? На Украине? Да, да. Да, есть. Ну, все вполне нормально. Мирных граждан никто не бомбит, все у людей в порядке. Все либеральные провокации, ну, это просто провокации. У людей все в порядке, бомбят только военные вместо расположения. А у них как-то поменялось отношение, может быть, к России? Они очень рады. Они очень рады, они довольны и как бы вот ждут воссоединения. А у вас? У меня нет комментариев на этот счет. Тем более, я не знаю, что это за канал и на кого вы работаете. Можете посмотреть. Ладно, спасибо. Здравствуйте. Подскажите, слышали ситуации с Украиной? Конечно, слышали. Как относитесь, что думаете? Ой, зачем нас фотографируешься? Маш, нас на телевидении снимают. Это ютуб-канал. Ютуб-канал. Да, да. Собираем мнение граждан. Это очень ужасно, конечно. Войну не хочется совершенно. Это очень ужасно, конечно, все. Как думаете, чем это кончится? Победой. Победой. Победой кого? Победой. Русских. Вы скорее положительно или отрицательно относитесь именно к этой военной операции? Нет. Конечно, отрицательно отношусь. Как же это? Как же отрицательно, конечно, да. А что привело вот именно к такому сценарию? Почему все до такого дошло? Я даже не знаю сама, что могло случиться, я не знаю даже. Что люди не поделили, я не знаю. Получится ли когда-нибудь восстановить отношения России-Украины, как считаете? Получится. Я думаю, получится. Что должно произойти для этого? А что должно произойти? Маш, подскажи, что должно произойти. Не знаю, что. Не знаю. Просто хорошее отношение друг к другу, наверное. Чисто человеческие отношения, я думаю, так вот. Здрасте. Подскажите, слышали о ситуации с Украиной? Слышал. Как относитесь? Позитивно. Позитивно? Расскажите больше. Девушка, я на работе. Да уж. Здрасте. Подскажите, слышали о ситуации с Украиной? Слышал. Как относитесь? Отрицательно. Что думаете, как это может вообще развиться, как закончится? Страшно. Очень. Для всех. Какие последствия ожидаете для России? Для простого человека будет сложно жить, а для России решают судьбы простых людей другие люди. Простому человеку, кроме как себя ненакондеец, общество с трудом понимает происходящее. А для Украины какие последствия будут, как думаете? Сложно сказать. Получится ли когда-нибудь восстановить отношения России и Украины? Я думаю, очень трудно это. Почти невозможно. Подскажите, слышали ситуацию с Украиной? Да, конечно. Как относитесь? Негативно. Как думаете, чем кончится, как будет развиваться? Для русских очень плохо все кончится. А для украинцев? Я думаю, тоже не очень хорошо. Марина, пошли. Подбежали. А что, кто там? Там просто выгрузилась толпа. Серьезно, я не видела. Жесть. Говорят, там выгрузилась толпа космонавтов. Видимо, людей вяжут. Жесть. Что, тут мы же запишем пока? Тебе нормально? Нормально, немножко мы нормально. Ну, ты следи, если что. Здрасте. Нет? Не хотите? Ну, ладно. Здрасте. Подскажите, а слышали ситуацию с Украиной? Слышал. Как относитесь? Нормально отношусь. Вы делитесь мнением? Просто интересно собираем мнение граждан. Потом. Хорошо? Да, конечно. Ребята, вы с акции идете? Да, идем. Ага, там прям тут выбежали космонавты. Они на Невском. Не рекомендую выходить через этот выход. Ага. Ага. Поделитесь мнением, почему вы сегодня вышли на акцию? Мы против войны. Тут даже не знаю, чем еще делиться. Против того, что творится на Украине. Это нельзя так поступать. Там в Казахово все стоит. Я уже второй день выхожу. Двадцать четвертого меня задержали. Вот. И я вышла второй раз, так освободили. Ага. Не боитесь и снова новых задержаний? Нечего бояться. Уже самое страшное произошло. Как думаете, чем кончится вообще вся эта ситуация, конфликт? Я надеюсь, что Путин идет в отставку, нам получится додавить. И весь этот кошмар закончится, потому что он уже грозится красной кнопкой. Этого никто не хочет. А вы как считаете? Точно так же. Мне страшно, я сочувствую, глубоко переживаю за Украину и всех тех, кому приходится это пережить сейчас. И я бы не хотела оказаться на их месте, и мы делаем все возможное, что от нас зависит. В то время, как говорят, что вы не бойтесь, и чего нам бояться? Украинцы боятся пуля обстрелов, нам бояться нечего. Да, это так. Здрасте, а вы с акции, да? Да. Расскажите, что сегодня было, что происходило на улицах? Ну, я как раз-таки проживаю на Греческом проспекте и ввинулся в сторону гостиного двора в ранее пяти вечера. Но столкнулся с толпой, которая двигалась к Смольному, и к ней присоединился. Мы пытались дойти много раз, сворачивали маршрут и разбивались на разные группы, но в итоге нас постоянно ловили и разгоняли. После этого мы объединялись снова. Вы дошли до Смольного? Нет, не смогли. А было там много полиции или толпа рассосалась? Что произошло? Ну, судя по инфе, которую я получил, там были прям такие ужасочные бои. А вы вот выходите на акции, расскажите, зачем, почему вам это важно, какого результата вы ожидаете? На самом деле никакого, потому что, скорее всего, в нынешнем виде это ничего не принесет, но моя совесть будет чиста. Много ли людей сегодня было? Гораздо больше, чем 25-го. А вы прям каждый день выходите? 26-го я пропустил, 25-го был. Вас не задерживали еще? Сбежал. Ничего себе, хорошо. Ну, 20 лет было гораздо легче, на самом деле. Там нас так чутка распугивали, а вот сегодня прям ощущается, что уже не хватает дыхалки. А что скажете вообще, в принципе, по ситуации с украинных киос, прогнозы, чем это все кончится? Ну, скорее всего, страна облажит санкциями по полной. И мы вернемся даже не в 90-е, скорее в 70-е. Занвес упадет. А для Украины какие будут последствия? Я полагаю, ее ждет разделение на две части, как в свое время ФРГ и ГДР. В любом случае война это плохо, но я считаю, что у нас не было выбора просто. Расскажись подробнее, почему не было выбора, как до такого дошло? Ну, что, хватит уже плясать под Америкой. Как это так? Они нам диктуют условия нашей жизни, как мы дальше будем, в принципе. Ну, это же, я думаю, что тут даже не вопрос Украины, России. Это, в принципе, уже надо как-то понимать, что, ну, принципиально. И я считаю, что нормально. Ну, как, справедливо, что так сейчас наш президент вот решился. Как думаете, будет ли НАТО вмешиваться на каком-то этапе? Вот этого бы не хотелось, но вот они же подлые. Они уже сейчас готовят, оружие отправлять хотят. Может быть, какие-нибудь ЧВК будут водить. Очень бы не хотелось, но есть мысль, что, возможно, они введут. Чего бы очень не хотелось. А как вы видите разрешение конфликта? Чем он кончится? Ну, очень бы хотелось, чтобы стол переговоров, диалог, и чтобы мы были вместе в дальнейшем. Украина, Россия, Беларусь, все вот. И чтобы дальше, ну, Америка, чтобы поняла, что не должна диктовать только вот свое, ну, навязывать. Мы и так без нее можем прекрасно жить. Ну, как считаете, как в Украине воспринимают ситуацию? Может быть, у вас есть знакомые и друзья? Конечно, у каждого есть. И родственники, и знакомые, и друзья, и родственники друзей. Ну, как? Я думаю, что они зомбированы. Поэтому только-только так считаю. То есть негативно воспринимают, но вы думаете, что на них влияет пропаганда? Конечно, конечно. Вы, не знаю, может быть, общаетесь с ними, изменилось ли их мнение вот после событий 24 февраля? Конкретно я сам ни с кем не общаюсь, но слышал от знакомых, что говорят, что правительство их предало, их не правительство. Есть люди, которые живут в Киеве, например. Поэтому я не считаю, что мы какую-то угрозу несем Украине, да и вообще всему миру. Развитие событий будет страшно, в любом случае нам будет больно. Нам или как бы? На всей стране. Какие последствия для украинцев видите? Для украинцев они держатся, они молодцом, я в них верю, все в них будет хорошо. Будет ли это затяжной конфликт, по вашему мнению, или все быстро разрешится? Мне кажется, Россия быстрее, значит, сыпаться, как карточный домик. Все поймут, что импортозамещение оказалось только на словах. И в понедельник покажут, когда будут фондовые рынки проснутся. И все сразу начнут делиться на иностранных агентов и портриотов. И окажется, что не так уж много у нас портриотов, вот этих вот, ура-портриотов. Как считаете, движемся ли мы в сторону Китая, Северной Кореи и так далее? По-моему, Китай пока еще сохраняет нейтралитет. Но, по сути, у нас друзей не осталось. Спасибо. Подскажите еще, может быть, у вас есть знакомые, друзья, родственники на Украине? У меня есть истрана в Донбассе, и мы очень сильно переживали за нее, когда все началось. Но кто бы мог подумать, что у них окажется самое безопасное место на Украине. Так что у них сейчас норм. Есть немножко родственников в Халькове, но вроде держится. Поменялось ли у них как-то мнение о России после 24-го конкретно февраля? К сожалению, это надолго. Это будет ассоциироваться российский, значит, токсичный. И сейчас все рвут контакты с русским. А что должно произойти, чтобы восстановились отношения России и Украины? Очень большая проблема. Это на очень долгие времена. Надо будет договариваться, прям очень сильно договариваться. А сейчас все сложно. Дядя Володя, яйки прищемили, и он же не умеет сдаваться. То есть он не может сказать, типа, ой, ну мы передумали. И он начнет доставать козыря разные. А вот какие у него будут козыря, это большой вопрос. Подскажите, слышали о ситуации с Украиной? Да. Как относитесь? Отвратительно. Как думаете, как будет развиваться ситуация, чем кончится? Отвратительно. У вас одна реакция. Можно подробнее как-то интересно услышать мнение жителей Петербурга? Ну, у меня нет слов. Я не могу ничего сказать. Я просто, ну, это ужасно. А у вас есть, может быть, друзья, знакомые там? Нет. Подскажите, слышали ситуации с Украиной? Да, конечно. Поделитесь мнением, как относитесь? Мы победим, конечно. Мы, в смысле, вы поддерживаете российскую армию? Да. Расскажите, как... Российскую армию? Почему российскую армию? Россию. У вас есть, может быть, друзья, родственники? Как они относятся с той стороны? Как они оценивают ситуацию? По-разному. Поподробнее поделитесь. Вы спрашиваете нас? Да, да. Мы поддерживаем, а на их мнение нам все равно. А как считаете, это было неизбежно? Это было неизбежно. Потом было бы хуже. Подскажите, слышали ситуации с Украиной? Конечно. Я о ней очень хорошо знаю. Я из Донбасса. Расскажите о вашем отношении подробнее. Что думаете? Я думаю, что надо бы быстрее закончиться этими бандеровцами. Ну и чтобы Украина жила нормально. Потому что у меня там родственники, мама, брат. Будет ли это затяжной конфликт? Я надеюсь, что побыстрее. Хотелось бы, чтобы люди мирные не страдали. Хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось. Чтобы там к миру пришло. Чтобы люди пришли. Ну, короче, сложно это мне говорить. А как считаете, был ли такой сценарий, который сейчас разворачивается неизбежно? Да. То есть не было другого варианта? Восемь лет, восемь лет стреляли. Вот мой поселок, где я вырос, жил, где мои родители жили, десять километров от линии фронта. И эти уроды, ВСУ, обстреливали постоянно. И люди жили всегда в напряжении, не проехать, на могилу к отцу я не могу проехать восемь лет. Хотелось бы, чтобы это закончилось. Восемь лет такая рана была между двумя государствами. И эта проблема не решалась. Но вот наш правитель решил ее закончить таким не самым благополучным путем. И мне кажется, что это может привести к достаточно катастрофичным последствиям. А было ли это неизбежно, вот такой сценарий? Мне кажется, войны всегда можно избежать, если хочется. Хорошо. Вы сказали про последствия. Какие видите последствия для России и для Украины? Ну, мы уже почти в изоляции находимся. Вот, это новый железный занавес. А если у кого-нибудь нервы не выдержат, то катастрофа гораздо более глобальная. А для Украины? Для Украины это грозит марионеточным правительством. Потому что меня всегда смущал тот факт, что страна, в которой правитель не сменяется в течение 20 лет, говорит о том, что он принесет демократию в соседнее государство, где были свободные выборы и несколько раз сменялись президенты. Собственно, как-то так. А вы как думаете? Какое у вас отношение? Солидарно. А у вас есть, может быть, знакомые, друзья, которые сейчас там находятся? Нет, нет. Сегодня мы разговаривали с жителями Петербурга о ситуации с Украиной. Услышали множество разных мнений, а выводы по традиции предлагаем сделать вам. С вами была Марина Мацепулина. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, а также на YouTube-канал Острый Угол. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok